Вот меня отец тоже порол, а чё хорошего? Я до сих пор очень хочу его убить и ещё кого-нибудь заодно. Я вот думаю, это как же надо ненавидеть свой народ, чтобы выпускать жигули. Ну что мы вам такого сделали? Я захожу в супермаркет и думаю, как же надо нас всех ненавидеть, чтобы выложить пол скользким кафелем и чтобы уборщица с лицом штурбанфюрера СС каждые пять минут протирала его мокрые тряпки. Как же надо нас ненавидеть, чтобы не лениться и каждую ночь переставлять товары на другие полки, чтобы мы семенили по скользкому полу, искали и находили консервы там, где вчера стояли рулоны с туалетной бумагой. Я понимаю, я понимаю, что связь между ней и продуктами есть, но не до такой же степени. В западном кино, если там какой-то садист или маньяк, у него обязательно что-то такое было в детстве. Кто-то его обидел или надругался. Какой извращенец напал в детстве на продавщицу в мясном отделе магазина? Какие страшные эротические образы вызывает у неё краковская колбаса? Что она ей напомнила? Если она на мою просьбу отрезать кусок, хватается за нож со словами «Сейчас, сейчас я тебя отрежу». Как же надо ненавидеть всё человечество, чтобы специально выучиться, стать главным конструктором самолётов, и всё это для того, чтобы сделать расстояние между рядами там сантиметров 30. Я сижу в самолёте, вывернув ноги в такую позе, которую ещё не знала Камасутра, и думаю, кто надругался над главным конструктором? Наверное, он в детстве пошёл в баскетбол, над ним смеялись, и он теперь мстит всем, кто выше метра сорока. Кто смеялся в детстве над пилотом, когда он напругил штанишки? Он теперь мстит к нам всем, пускай в туалет только на высоте 8 тысяч метров. Кто испугал насмерть в детстве наших славных девушек-пограничниц? Они, как только видят Раиса за границей, сразу хлоп окошке и прячутся. А что сделали с этим мальчиком, который стал таксистом? Даже страшно подумать, судя по ценам, которые он объявляет в аэропорту. И я с чемоданами топаю к троллейбусной остановке, кричу, подождите, люди добрые. Добрые люди в троллейбусе видят меня и кричат водителю, ну давай трогайся, что мы тут ждать должны? А он ждет, он ждет, он понимает, что человек очень спешит. У него у самого когда-то такое было в детстве. И он ждет, когда я добегу, и тогда хлоп дверьми перед носом и трогается. Тут Чайку смотрел. Отчего люди не летают, как птицы? Она еще спрашивает. Да слава богу, что не летаем. Природа знает, что делает. А то бы с нашей любовью, от которой до ненависти один шаг, шагнули бы, взлетели, и так бы всем на головы. Голубям делать нечего.